Итак, ребят, что у вас случилось? Как вы перебираетесь? Ну, мы сначала ехали, все нормально. Машина сырая, скажем так. Вторую гонку приезжает. Есть небольшие недоработки, будем устранять. Сломались. Три полощи. Все? Все. Едем, у меня свой есть. Едем на одном передке, на одном колесе. Лебедкой подтягиваете, да? Лебедкой всю дорогу едем. Лебедка уже... На сколько хватает одного колеса? На одном колесе едем. Где не хватает, там лебедкой подтягиваемся. Эта Нива вышла из строя, и команда добирается до лагеря по деревьям, подтягивая автомобиль на лебедке. Дальше участвовать в гонке ребята смысла не видят. Ведь каждая из команд должна здесь превзойти саму себя. Правила гонки просты. В 10 утра стартуют все заявленные участники. Заезды делятся по классам, которые уходят на маршрут с разницей в 2 минуты. Первыми стартуют квадроциклы, затем самые заряженные автомобили и дальше в порядке убывания по уровню подготовленности автомобиля к заезду. Сюда можно приехать даже на своем обычном авто. Каждый участник борется за лидерство в своем классе. Команды с помощью навигаторов и своей ловкости должны собрать максимальное количество точек, координаты которых были выданы им на старте. Найдя маленькую табличку с номером, участники должны подъехать на своем техническом средстве как можно ближе к этой точке, чтобы сделать фото, подтверждающее их успех. Однако сложность состоит в том, что автомобиль или квадроцикл нужно поставить максимально близко к табличке. Поскольку по правилам гонки участнику необходимо на фото одновременно касаться руками таблички и своего боевого коня. На самом деле, по словам организаторов, подъезд к любой точке возможен. Все таблички были поставлены опытным путем. Пытаетесь ли вы сами проехать к этим табличкам изначально, чтобы их поставить? Или вы на АБУМ их ставите? Нет, конечно. Подготовка занимает порядка где-то месяца. То есть ребята ездят, сами проезжают все эти точки, сами их ставят, развешивают. Потому что если не будет подъезда на машине организатора, ну это нечестно. Еще одним этапом гонки становится спецучасток. Круг, полный непредсказуемых ям, грязи, поворотов и кустарников. За его прохождение каждому участнику дается 5 баллов. Командам остается выбирать, идти на этот шаг или нет. Зацепиться лебедкой здесь практически не за что. Проехать самому почти невозможно. Поэтому участники достают якоря. Огромные железные конструкции, которые втыкают в землю и уже к ним цепляют лебедку. Так потихоньку и проходят данный участок. Грязь на зрителей и журналистов летит со всех сторон. Я знаю, что вы один из организаторов, но вы мне сказали, что вы боитесь грязи. Или она вам не нравится? Не люблю грязь. Не люблю. Когда-то в свое время участвовал в стандартном классе. Потом получилось так, что пришлось заняться организацией. Вот уже на протяжении 5 лет я только занимаюсь организацией. В итоге в этой гонке победу одерживают те, кто в своем классе набирает максимальное количество пройденных точек. Плюсом является прохождение спецучастка, а также доставка на место финиша жидкости определенного цвета, которую можно найти на специальной точке, также имеющей свои координаты. Зрители в этом экшене задействованы на 100%. Большинство из них надевают специальную экипировку, чтобы комфортно перебираться с точки на точку и увидеть, как разворачиваются события на болоте, в луже, в лесу. Их автомобили также часто застревают. Но в том-то и суть, что в этот день здесь застрявшая техника никого не пугает. Зрители видят в этом смысл гонки. Именно по этой причине она является такой зрелищной. Суть в том, что в большинстве своем они здесь застревают и это интригует. В этом вся суть, да. То есть вы можете посмотреть и сами увидеть все. Если они проезжают его быстро и не стрянут, это неинтересно. Самое главное, что участники получают удовольствие от гонки кинзадза. Адреналин у них зашкаливает. А ситуация, которая выглядит со стороны из ряда вон выходящей, для них является вполне штатной. С каждым годом география участников расширяется. В этот раз здесь появилось как минимум 10 новых человек. Всего же в этом событии приняло участие более 70 автомобильных экипажей и 10 квадроциклов. Стоит сказать, что в подобных мероприятиях приятно не только участвовать, но и посещать их. В день гонки все присутствующие полностью отключились от бытовых дел и серьезных размышлений. На гонке кинзадза произошла полная перезагрузка, в которой поучаствовали Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».